Вы когда-нибудь задумывались, что самолеты могут быть такими же экзотичными, как суперкары? Сегодня вы узнаете о самых маленьких самолетах, которые пролетают мимо законов физики с невероятной грацией. Некоторые из них такие компактные, что их можно собрать прямо у себя в гараже. В этом ролике вы увидите, как эти маленькие чудовища устанавливают рекорды, которые кажутся невозможными. Это истории, от которых мурашки бегут по коже. Бамбл Би 2 Может ли соперничество в небе превратиться в легенду? История знает такие примеры. Так, в 1952 году инженер Рэй Стиц вошел в Книгу рекордов Гиннеса, создав Sky Baby, который на тот момент стал самым маленьким самолетом в мире. Однако для официального подтверждения рекорда предстоял пробный полет. Сам Стиц был слишком высок, чтобы сесть в крохотный самолет, и он обратился за помощью к близкому другу, Роберту Стару. Вдохновившись вызовом, Стар спроектировал еще более миниатюрный самолет. Бамбл Би, который превосходил Sky Baby по компактности. Управление проектом уже перешло к Дональду Стицу, который не заставил себя долго ждать и представил свою версию. Бэйби Бёрд. Дело дошло до 1988 года, когда на сцене появился Бамбл Би 2. Этот крошечный биплан, напоминающий оригинальный Бамбл Би, имел обратный угол наклона крыльев и традиционное шасси. При длине всего 3 метра и размахе крыльев всего в полтора метра Бамбл Би 2 весил лишь 180 килограмм. Несмотря на его миниатюрные размеры, самолет мог разгоняться до 300 километров в час. Спроектированный для того, чтобы установить новый рекорд, Бамбл Би 2 и по сей день сохраняет свое звание, доказывая, что маленькие размеры могут сочетаться с большими амбициями. Дональд Стиц ответил вызову Роберта Стара, спроектировав Бэйби Бёрд. Этот одноместный самолет длиной 3 метра и размахом крыльев 2 метра способен развивать скорость до 180 километров в час. Бэйби Бёрд был официально признан самым маленьким в мире монопланом и с 1984 года удерживает этот рекорд, в то время как Бамбл Би по-прежнему считается самым маленьким бипланом. Их авиационные рекорды продолжают вдохновлять энтузиастов на создание уникальных миниатюрных летательных аппаратов. BD-5J Созданный Джимом Бидом, BD-5J Micro — это реактивный самолет высотой всего 1 метр, который поставляется в виде комплекта для сборки. С момента выпуска в 70-х было продано более 200 таких наборов. BD-5J стал основоположником серии мини-джетов, включая модели 5A и 5B, и превратился в символ стремления к компактной скорости. Последним представителем линейки является FLS Microjet от BD Micro Technologies. Вес самолета без топлива составляет 161 килограмм, а его максимальная скорость достигает впечатляющих 450 километров в час. С турбореактивным двигателем PBS TJ-100 он получил прозвище Acrojet. Попытки использовать BD-5J в коммерческих целях, как, например, в проекте компании Aranko, не увенчались успехом, так как небольшой размер ограничивал его возможности. Один из таких самолетов, Bud Light Jet, даже снялся в фильме о Джеймсе Бонде «Осьминожка». Тем не менее, BD-5J имеет и свои риски. Несколько аварий, включая случай с пилотом Скоттом Меннингом, привели к прекращению проекта. Сегодня BD-5J остается скорее коллекционной редкостью, чем массовым летательным средством, но его уникальные характеристики до сих пор восхищают авиалюбителей. GAN H-4 Этот одноместный вертолет, предназначенный для установления рекордов, действительно воплощает уникальный опыт, подобный парению в облаках, но в комфортном сидячем положении. H-4 весит чуть меньше 70 кг и достигает примерно 4 метра в высоту. Большую часть веса составляют 4 двухцилиндровых двигателя, способных развивать максимальную скорость 88 км. Вместо хвостового ротора в нем используются два набора соосных контр-вращающихся винтов, что исключает необходимость удлиненного корпуса, да и корпорация GAN изначально не стремилась к большему корпусу. Теперь напрашивается очевидный вопрос, безопасен ли такой открытый вертолет. У H-4 есть несколько удивительных особенностей в плане безопасности. Если один из цилиндров выходит из строя, вертолет может безопасно приземлиться, используя оставшиеся три двигателя, а при необходимости хватит и двух для безопасного снижения. Но что будет в самом худшем случае, если выйдут из строя все четыре двигателя? На этот случай у GAN Corporation тоже есть решение. Над мачтой установлен баллистический парашют, обеспечивающий возможность эвакуации, что придает спокойствие всем, кто отправляется в полет на этом уникальном вертолете. Sapsonics JSX-2T Мечта о личном реактивном самолете стала реальностью благодаря компании Sonex Aircraft, выпустившей самолет по цене 140 тысяч долларов. Для реактивного летательного аппарата это довольно доступно. Представляем Sapsonics JSX-2T — небольшой самолет, который на расстоянии можно принять за учебный проект. JSX-2T имеет длину всего 5 метров и размах крыльев 5,5. Для сравнения, у стандартного реактивного самолета размах крыльев варьируется от 20 до 30 метров. Самолет вмещает только одного человека, и это справедливо, учитывая, что его высота всего лишь каких-то полтора метра. JSX-2T — одна из нескольких вариаций, разработанных Hornets Nest, наряду с прототипом JSX-1, JSX-2 и Naisky Tracer. Версия 2T — одна из самых впечатляющих. Он оснащен чешским турбореактивным двигателем PBS TJ-100 и имеет крейсерскую скорость 380 км в час. Это невероятный самолет, доступный по удивительно приемлемой цене. Sonex Aircraft Onyx Этот самолет называется Onyx, и это один из самых маленьких самолетов, когда-либо построенных, настолько маленький, что в нем может разместиться только один человек. Этот самолет впервые поднялся в небо в 2011 году, когда компания Sonex Aircraft представила прототип с трехопорным и обычным шасси, оснащенный оппозитным двигателем Volkswagen с воздушным охлаждением. Sonex разработал этот самолет для участия в категориях самостоятельной сборки и легких спортивных самолетов. С 2019 года было продано 53 экземпляра, включая два прототипа. В 2012 году компания оценивала, что стоимость покупки и сборки самолета составит всего лишь 3000 долларов. Примечательно, что, несмотря на свои размеры, Onyx обладает довольно большим размахом крыльев – более 6 метров. Самолет спроектирован с учетом экономичности, аэробатики и удобства хранения, его крылья складываются, и он достаточно узкий, чтобы поместиться в стандартный гараж. Весит самолет чуть меньше 300 килограмм, изготовлен из алюминия 6061 и оснащен одним пластиковым топливным баком на 50 литров, размещенным в фюзеляже, что позволяет преодолеть расстояние более 500 километров, как раз для небольшого путешествия в оба конца. Максимальная скорость Sonex Aircraft составляет 250 километров в час, обеспечиваемая двигателем мощностью 100 лошадиных сил. Это лучший стартовый набор для начала своего авиационного приключения. Икарус 450 М Название следующего самолета выбрано не случайно. Этот югославский военный самолет, Икарус 451 М, действительно носит имя Икара, того самого, кто однажды рискнул взлететь слишком близко к Солнцу. С иронией для машины, чья задача — безопасно доставлять пилота к цели, Икарус 451 М стал не просто символом, а первым военным самолетом, произведенным в Югославии. Модель 451 М — одна из нескольких в серии 451, которую разработала югославская компания, стремившаяся создать собственный истребитель. Этот одноместный самолет имеет длину 7 метров, размах крыльев 6,5 и высоту чуть больше 2 метров. Его конструкция весит примерно 900 килограмм без топлива и боеприпасов. Впервые представленный в 1952 году, 451 М сразу привлек внимание своей маневренностью и огневой мощью. Он оснащен мощными пулеметами калибра 42,7 мм и дополнительными носовыми пулеметами. Наряду с этими характеристиками впечатляет и его скорость — свыше 450 км в час. Хотя Икарус 451 М не стал массовым проектом и в серийное производство так и не пошел, его роль в истории авиации Югославии велика, и теперь редкие прототипы можно увидеть в Музее авиации в Белграде. Макдоналл XF-85 «Гоблин». Мир в 1948 году узнал о смелом и необычном проекте компании «Макдоналл» — XF-85, более известном как «Гоблин». Это был уникальный истребитель-паразит, разработанный как сопровождение для гигантского бомбардировщика B-36 «Писмейкер». США в послевоенные годы нуждались в компактном, но способном истребителе, и «Макдоналл» предложила смелую концепцию. Крошечный «Гоблин» должен был запускаться прямо из трюма бомбардировщика, чтобы защищать его от воздушных угроз. Компактный, с размахом крыльев всего 6 метров и формой, напоминающий картофелину, «Гоблин» мог развивать серьезную скорость, но быстро выяснилось, что противостоять полноразмерным истребителям ему не по силам. Проект вскоре закрыли после нескольких испытаний, в том числе неудачного запуска, когда первый прототип случайно уронили с высоты, серьезно повредив бюзеляж. Хотя «Гоблин» не достиг серийного производства и на вооружение не поступил, его разработка стала значимой вехой в истории авиастроения. Его можно увидеть в Национальном музее ВВС США, где эта крошечная машина напоминает о смелости и амбициях инженеров, стоявших у истоков создания сверхкомпактных самолетов. Коломбан Кри-Кри Представьте себе момент. Вы смотрите на небо и видите нечто крошечное, что больше похоже на воздушную игрушку, чем на полноценный летательный аппарат. На самом деле это Коломбан Кри-Кри — уникальный и очень миниатюрный двухмоторный самолет, созданный для одного пилота. Французский инженер Мишель Коломбан разработал Кри-Кри в 70-х годах прошлого века, вдохновившись идеей создания максимально компактного самолета с достойными характеристиками. Имя Кри-Кри намекает на звук стрекота сверчка и подчеркивает, насколько этот самолет легкий и бесшумный по сравнению с традиционными воздушными судами. Несмотря на свои небольшие габариты, 3 метра в длину и 5 метров размаха крыла, Кри-Кри впечатляет своей конструкцией. Весом всего 80 килограмм. Он буквально сопоставим по весу со взрослым человеком. Кри-Кри оснащен двумя двигателями, что делает его рекордсменом среди сверхмалых самолетов. Этот легкий самолет способен разгоняться до более чем 300 километров в час, а его крейсерская скорость составляет около 200 километров в час, что удивительно для самолета таких размеров. Кри-Кри может преодолевать расстояние в 460 километров на одном баке, что делает его настоящим миниатюрным чудом авиации. В свое время эта модель произвела настоящий фурор среди любителей сверхлегких самолетов, оставаясь по сей день символом амбициозных и инновационных решений в малой авиации. Рутан Квики Q1 Одним из самых необычных малых самолетов, разработанных в 20 веке, стал Рутан Квики Q1. Этот одноместный самолет с тандемными крыльями стал одним из самых ярких примеров инновационного подхода к проектированию в малой авиации. Берт Рутан, прославившийся своими необычными конструкциями, создал Квики Q1 как доступный и эффективный самолет для самостоятельной сборки, что сделало его популярным среди энтузиастов авиации. Квики Q1 отличался уникальной компоновкой крыльев. Переднее крыло имело отрицательный угол установки, а заднее — положительный. Эта особенность позволяла обеспечить отличную устойчивость и управляемость даже на малых скоростях, что было крайне важно для небольшого самолета. Размеры Квики также говорят сами за себя. Длина — 5 метров, размах верхнего крыла — 4,5, а нижнего — 4, что в сумме давало площадь крыла в 4 квадратных метра. Высота самолета — всего 1 метр, что делает его компактным даже по меркам легкой авиации. Q1 может развивать скорость до 200 км в час и поддерживать крейсерскую скорость 190 км в час, что внушительно для такой малой модели. Самолет изготавливался из стекловолокна и пенопласта, что обеспечивало ему легкость и прочность. Q1 стал первым детищем Квики Эркрафт Корпорейшн, которая выпустила на рынок около тысячи комплектов самолета для самостоятельной сборки. Этот самолет по праву считается символом нового подхода к малой авиации и доказательством того, что компактность может сочетаться с высокой производительностью и надежностью. Квики Q2 Квики Q2 продолжил развивать идеи, заложенные в Q1, но уже с акцентом на пассажировместимость, став одним из немногих в истории миниатюрных самолетов, рассчитанных на двух человек. Этот уникальный самолет был разработан Гэри Лейером и воплотил с собой новую концепцию доступных самолетов, которые могли бы собираться прямо в домашних условиях. В основе конструкции Q2 лежали такие же материалы, как у Q1, стекловолокно и пенопласт, что придавало самолету легкость и прочность. Серийное производство началось в 1980 году, и Квики Эркрафт Корпорейшн выпустила более двух тысяч комплектов для сборки, что сделало Q2 очень популярным среди энтузиастов авиации по всему миру. Q2 обладал внушительными характеристиками. Максимальная скорость достигала 300 км в час, а запас хода составлял до 800 км, что позволяло использовать его для дальних полетов. В конструкции использовались такие технические решения, как хвостовое колесо и аэродинамичные колесные обтекатели, которые улучшали маневренность и аэродинамические свойства. В первых версиях самолета возникли проблемы с пропеллером, однако это было решено в новой версии с добавлением жесткой углеродной балки, что повысило надежность конструкции. Помимо этого, Q2 был оснащен полноразмерными элевонами на переднем крыле и элеронами на заднем, что обеспечивало высокую управляемость даже при сложных погодных условиях. Квики Q2 — это яркий пример того, как компактный самолет может сочетать в себе функциональность, прочность и отличные аэродинамические качества, что и сделало его легендой среди самолетов-конструкторов. Все эти самолеты выглядят очень необычно, но не очень безопасно. Я бы предпочел самый обычный самолет с личным пилотом, конечно же. Но как заработать денег на все это? Что же, у меня для вас кое-что есть. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!